В Чебоксарах обсуждают проблемы водных ресурсов. Решать поставленные задачи призван бассейновый совет. Во главе угла сокращение объемов диффузных стоков почвы. В шести регионах Верхней Волги уже утвердили приоритетные программы. Определены кураторы, соисполнители, исполнители региональных паспортов. Общий объем финансирования составляет порядка 64 миллиардов рублей, в том числе и с федерального бюджета, 46 миллиардов рублей. Реки Волга, Сура, Малый Цивиль, Киря используются для централизованного водоснабжения населения городов Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, АллатР, поселков Ворнары и Бреси. В соответствии с переданными Российской Федерацией полномочия в области водных отношений Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской республики представляет водные объекты в пользу и на основании договоров и решений. Планы по оздоровлению Волги теперь прописаны в национальном проекте. Ключевые индикаторы сокращения сточных вод и увеличения площади нереста рыб. Мы на сегодня первые финансы направили на регулируемые источники. Что касается качества воды, понимаете, качество воды с 90-х годов практически стабилизировалось. В целом и по Верхней Волге, и по каскаду. Надо сказать, что вот еще с качеством воды, что дефицита воды на Верхней Волге практически нет. Это низовье у нас испытывает на сегодняшний момент нехватки воды. Но согласно схемам комплексного использования водных ресурсов, мы практически на Верхней Волге можем безвозвратно изъять 8 кубокилометров. Мы по всей Верхней Волге на сегодня изымаем 4 кубокилометра и возвращаем 3,9 кубокилометра. Накануне Дмитрий Медведев предложил возобновить и партийный проект по обеспечению субъектов качественной питьевой водой. Это поможет привлечь многомиллионные инвестиции. Построили водохранилища, отдельные заработали у нас, отдельные водохранилища построены, до конца не введены в эксплуатацию и не проведены водоводы, водопроводы для того, чтобы потребители, селяне, другие потребители предпринимательского сообщества, организации, учреждения социальной сферы не могут получать качественные воды, потому что дефицит тени не позволил нам завершить. Это, прежде всего, касается районов Шимушинский район, Батыровский район, южная часть Комсомольского района, Ибреченский район, Вурнарский район. Максимально все сделаем для того, чтобы жители Чувашской республики могли потреблять только качественную воду. На повестке дня и защита регионов от паводка. Там, где властями уже определены границы затопления территорий, будет проще получить субсидии на возмещение ущерба. У Чувашии, отмечает Александр Баринов, необходимо перенимать опыт. Сработали очень хорошо, нашли, изыскали деньги. А это о чем говорит? Когда зоны затопления и подтопления определены, в случае, не дай бог, конечно, но в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций, то возмещение ущерба можно и спрашивать из федерального бюджета. Те субъекты, которые на сегодняшний момент отстают в этом отношении, ну, я думаю, что претендовать на возмещение вреда из федерального бюджета не представляется возможным. В портфеле лучших практик региона введенные в строй комплексы по обработке осадков и термической сушки источных вод. Это позволило снизить количество вредных выбросов в Волгу в сто раз. По итогам бассейнового совета намерены обозначить и другие проекты экологической безопасности. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.